здарова я к микрофона зуберки это очередной дайджест лиги лени на этот раз вопросы будут зарубежного сайта поэтому они куда как интереснее чем то что нам дала mail в прошлый раз поехали когда и каким образом вы начнете привлекать игроков в проект накатив баланс 2 0 и отшлифовав его мы запустим широкомасштабную рекламную кампанию ставку мы сделаем на не уникальный захватывающий геймплей и эксклюзивные игровые механики вроде дымов ракет и прочего чего нету в других танковых играх и тут я не могу не согласиться с разрабами потому что реально у арматки есть интересные вещи которых вообще нету нигде единственное вот ракеты есть в тундре но в тундре они ощущаются абсолютно по-другому гораздо менее аркадное интересно и второе о чем я скажу в авешку можно играть не вкладывая бабло вообще здесь не нужны ни прям танки не прям аккаунт даже если вы целевая аудитория вас 47 процентов побед вы все равно можете играть на восьмом девятом десятом уровнях в плюс пусть это будет маленький плюс вы будете играть в плюс соответственно в картошке такого нету это только в эротических снах целевая аудитория картошки подобное видит вг слишком жадная там чтобы катнуть один бой на девятки десятки нужно 5-6 боев фармить на пятом шестом уровне и потом ты вот покатаешься при этом без прем аккаунта абсолютное большинство целевой аудитории не может кататься на девятом десятом левеле в плюс банально в плюс ну такова политика по картошечке они очень жадные дальше каким макаром разрабы будут добиваться уникальности каждого класса в игре на данный момент баланс 2.0 намекает что bbm и т и лт будут играться весьма похоже балансе 2.0 каждый класс будет иметь свою уникальную роль к тому же некоторые классы будут поделены на подгруппы каждая со своей задачей задачи гусеничных и т например будут похожи на стиль потешек в других танковых проектов в то время как колесные это и будут ближе к легким танкам они будут мобильными фланкерами и снайперами легкие танки также будут очень мобильными и точными на ходу но на более коротких дистанциях чем истребители танков bbm ки будут разделены на тяжелые которые являются дэмидж диллерами ну то есть дэмидж диллер это наносящий урон и легкие которые будут разведчиками с отличным обзором при этом матчмейкер будет учитывать все роли при составлении матча в принципе неплохо расписано я бы сказал бы я бы еще послушал бы может быть оба тэшки тоже поделит скажем на легкие какие-то типа леопарда 1 там леопарда 1 а 5 и более тяжелый было бы прикольно конечно их поделить с соответствующим делением характеристик обилок и прочих вещей по поводу и тэшек понятно то что тяжелые тэшки и стоят где-то там издалека имеет неплохую точность очень большой калибр хороший вкусный хорошие дпм и да и там плюс-минус неплохую маскировку более легкие машины гораздо подвижнее гораздо подвижнее то есть они ездят где-то на средней дистанции активно стреляет имеет очень комфортные увн и достаточно точные на ходу и вообще в принципе точно и это такие получаются мобильные фланкер как обозвали или же машины огневой поддержки вот на эту роль очень подходят всякий love 600 love 300 драгун 90 150 90 жало вот это вот чисто его вида фланкеры легкие они же машина огневой поддержки тяжелые машины это цент 2 цент 120 это ввв вилл который обещают это мы м 11 34 то есть они должны стоять дальше и стрелять на большую дистанцию радует что лтшки сделать очень мобильными и точными на ходу в идеале им нужно сделать вообще стопроцентную стабилизацию на ходу но точность не такую как сейчас то есть пусть у них точность будет немножко хуже что не позволяет им прям супер-пупер эффективно стрелять издалека по бт в изумной зоны пусть они стреляют уже со средних дистанциях и в ближнем бою попадает куда хотят на ходу прям вот хоть белки в левое яйцо вот это будет нормальным конкурентным преимуществом легких танков но вот по поводу ббмк вообще ничего не понятно эти вот деление на дэмэдж дилеры и разведчики она сейчас фактически есть у нас есть отдельная ветка разведчиков которая к девятому левелу превращается вообще в какую-то херню непонятную потому что девятый десятый левел ну я не знаю насколько это разведчики десятый точно не разведчик это чистого воды сплав сплав дэмэдж дилера и разведа в одном лице в лице сфинкса ну и эта тачка она такая прям оверпереапанная на мой взгляд для того чтобы на хоть как-то могла противостоять очень оверпереапанным об это в общем обещает нам разделение соответственно разделение сделано зачем чтобы не было ситуации когда шесть там три воблы против трех брэдли но естественно на открытой карте три воблы просто уделают внулину брэдликов то время как на закрытых картах три брэдлика опять же отпинают ногами в обувь вот этот перекос геймплей до сих пор не исправен и ходят слухи что последний перевод драко из bbm в и ты сделан специально чтобы матчмейкер не считал ее bbm к потому что постоянно появляются вещи когда с одной стороны два драка с другой стороны два краба ну естественно крабы внулину пересвечивают и команду выигрывает вот такой вот смешной костыль дальше в прошлом году мы видели статью про анонс польских пепелацев появятся ли они вауэ да появится к тому же у нас есть серия статей по этим машинам без комментариев я вам я для вас уже делал выпуски по этим машинам будут ли леопард 2 пл и pt 16 вауэ мы хотели бы добавить в игру все современные танки в том числе и эти но произойдет это не в ближайшее время значит леопард 2 пл и pt 16 это фактически модернизации польские модернизации леопика 2 и этого т-72 но выглядит прикольно на деле я не верю в поляков как в танкостроителей вот просто не верю нация которая не в состоянии самостоятельно строить танки не в состоянии выпускает самостоятельно бронетехнику не должна предлагать вот подобные вещи кому-то потому что сделать они хуже ну может быть дешевле но хуже и хуже хуже сильно я так считаю потому что даже самое как та же самая которая самок который вроде бы как бы польская bbm да по факту это финское шасси насколько я помню на который поставлен итальянская или шведская башня по-моему итальянская но ты как бы простой ответ так как долго игрокам придется ждать другую карту в новом режиме новая карта появится в обновлении 019 и возможно еще одна карта появится в 020 в обнове 019 мы добавим карту изначально заточенную именно под режим столкновения в то время как карта врата пустыни не чисто столкновенческая карта начале разработки она разрабатывалась она планировалась под классическое pvp а потом была переделана для нового режима также есть желание перепихать некоторые классические pvp карты под новый режим ну например линию фронта преобразование старых карт для нового режима гораздо быстрее и позволят добавлять в столкновение новой локации с постоянной периодичностью, а не в час по чайной ложке, как сейчас. В принципе, хорошие изменения-то, согласитесь. Было бы прикольно покататься на большой карте в PvP, или наоборот, покататься на средней карте, там 1300 на 1300 или 1400 на 1400 в рамках столкновения. При этом, естественно, все это будет переработано и оптимизировано, и, естественно... Ну ладно, это еще не стопроцентная информация, но ходили слухи о том, что они хотят маленькие карты относительно, ну, например, линии фронта, оптимизировать под бои 10 на 10 в режиме столкновения. Это прикольно, это интересно, это будет больше матчей при меньшем количестве игроков, но это заставляет задуматься о проблеме взводов, потому что 3 человека на 10 человек – это очень много. 3 на 15 – нормально, а 3 на 10 – много. Соответственно, может быть, есть смысл взвод ограничить двумя людьми. Это было бы нормально. Но посмотрим. Дальше. Будут ли доступны врата пустыни и другие глобс-карты в классическом ПВП? Глобс-карта, а вообще, в принципе, глобс – это Global Operations по-английски, глобальная операция. Это английский эквивалент названия столкновения. То есть их режим вот так вот называется. На столкновении у них глобс – Global Operations. Значит, будут ли доступны врата пустыни и другие глобс-карты в классическом ПВП? Да, мы всегда планировали, что глобсовские карты будут доступны и в классике. Ну, вот то, о чем я говорил буквально минуту назад. Далее. Можно ли поменять папку расположения повторов? А то повторы забили весь мой маленький SSD. Согласитесь, актуальная тема, да? То, что у вас ненужный вам диск забивается этими сраными повторами. Апсидом предлагали, не раз уже это сделал. Знаете, какой ответ? Сейчас я читаю. Вау, это крутое предложение. Мы подумаем. То есть, как бы люди вообще прям такие. Да ладно. Можно перенести папку? Вы что? Вот это предл... Мы не додумывались до этого. Вот это поворот. Это я понимаю. Парень классную вещь предложил. Как мы сами до этого не додумывались? Непонятно. В общем, морозится прям вообще по полной. Засранцы. Ну, понятно, что сейчас все ресурсы брошены на 2.0. Потому что объем работы просто гигантский вообще. Я себе не представляю, чтобы картошка... Вот у картошки все-таки нет яиц у Wargaming. Вот они бы сели бы, они могли бы всю игру перековырять. Фактически. И сделать ее лучше. Они на это не пойдут. Потому что им очень важно бабло. Апсидам тоже важно бабло, как и любому разработчику. Но у них есть два остальных шара. Которые им позволили взять и просто перезагрузить. Игру заново. Единственное, сейчас осталось только дождаться этой перезагрузки. И посмотреть, насколько она интересна. Далее. АМХ-13, который будет расположен на первом уровне французской ветки. Будет вооружен 76-миллиметровый или 90-миллиметровый волыной. Мы еще до конца не решили. Ветка все еще в разработке. В принципе, было бы прикольно увидеть обе машины в рамках игры. Скажем, АМХ-13-76 на первом левеле, а АМХ-13-90 аж на третьем, например. Потому что подвижность там неплохая. Если у этой маленькие обзоры маскировку накрутим, не проблема. И по барабанчику каждому на 3, 4, 5, 8 выстрелов. Я не знаю. Это не проблема, на самом деле. Отбалансинг тем патча, что на первом уровне была у нас 76-миллиметровая машинка. По-моему, у ПТ-76. А я, кстати, не помню, какой у нее ствол стоит. Вот реально не помню. Помню, что 76 не связана никак с его калибром пушки. Значит, наверное, другая стоит. Плюс на третьем левеле есть машины с 90-миллиметровыми пушками. Например, Лав-150-90, Драгун-90 и прочие тачки. Так что вполне нормально впишется. Когда будут добавлены китайцы 9-го и 10-го уровня? Вместе с поляками чехословаками или позже? Да, либо с поляками, либо чуть-чуть позже. Буквально чуть-чуть. Но сроков не назовем. Чтобы вы были в курсе, китайцев 9-10, 9-й, 10-й тир тяжелых танков Китая, УБТ-шек, обещали добавить еще месяца 3, мне кажется, назад примерно. 3-4, не знаю. Причем обещали их добавить раньше, чем поляцко-чехословацкий ББМ. Но, видите, вышло по-другому. Соответственно, два танчика прилепить и вообще, в принципе, разработать и довести до ума не так долго, как всю ветку. Потому я бы ждал бы в 0-20-0-21 вот эти два китайца. Ну и последний вопрос. Помогут ли калькуляторы ожидать улучшения оптимизона в ближайшее время? С вводом упрощенного рендера калькулятора получили мощный пинок под свой FPS. На данный момент все крупные оптимизационные шаги выполнены. Ждите мелких улучшений и права. Вот так получается, что все крупные шаги по оптимизации игрушки, которые можно сделать в краткосрочной перспективе, они все сделаны. Включая упрощенную графику, вот этот рендер упрощенный, переработку шейдеров, если я не ошибаюсь. И прочие вещи, которые должны дать возможность калькуляторам играть более-менее нормально. Тот же самый Саня Снейк мне говорил, что у него парочка друзей, которых он зазывал в армату. В самом начале проекта зашли, попробовали, у обоих по 15 FPS, послали АВ-шку в попу и пошли играть в картошку. На данный момент они оба играют на стабильном FPS 40-45 и в принципе, ну да, более-менее довольны. В PVE там вообще FPS вырастает до 60-70, потому что в PVE гораздо меньше грузят калькуляторы. Ну вообще в принципе все машины. Ну и скажу вам свои характеристики. То есть у меня на 970 и процессоре 3770K и игровой маунке, у меня на максимуме с одинарным сглаживанием SMAA у меня 85 примерно, 90 FPS в ангарчике, а на минималках 250. То есть рост примерно в 3 раза. Ну насколько это много, я не знаю. Вот напишите в комментах, насколько у вас выросла оптимизация по сравнению, вот по ощущениям, когда вы играли в самом начале, там, ОБТ, например. Ну это будет как-то более-менее объективно. Я зато почитаю, может, можно будет, кстати, опрос потом провести в группе. Вот такие вопросы-ответы, мужики. Это не весь пак. Вторая часть будет завтра. Вторая часть будет завтра. Потому пишите в комментах, что вам нравится, не нравится. Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Подписывайтесь на группу ВК. Ссылочка вот чпок появилась на экране. Подписывайтесь на канал и приходите, еще будет интересно. Пока. Пока. Продолжение следует...